ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА Сибирь Моторшоу собрало в Красноярске тысячи поклонников тюнинга и стайлинга. Здравствуйте, в эфире Вести Красноярск, в студии Вадим Кульков. И о самом важном расскажем в этот час на телеканале Россия 24. Сегодня в Красноярске, несмотря на выходной, центр города был загружен пробками. Основное скопление машин произошло там, где сегодня изменилась схема движения. На улицах Грибоедова, Обороны, Диктатуры Пролетариата, Декабристов водители оказались не готовы к таким резким переменам. Хотя об этом предупреждали, ну как минимум, два месяца. Не спасают даже регулировщики на местах. Скорее всего, утром в понедельник город станет колом, хотя все эти изменения вводятся для ремонта дорог и улучшения дорожного движения. Ну и пока водители не адаптировались к новой системе, предлагаю еще раз пройтись по основным местам изменения движения. На время ремонта дорог вводится одностороннее движение на улице Декабристов, диктатуры Пролетариата от улицы Дубровинского до Республики с выездом на улицу Республики и улицы Ленина, чтобы можно было спокойно уйти в сторону Копыловского моста. Кстати, на всем протяжении диктатуры Пролетариата, оно будет односторонним на всем протяжении, и там будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Односторонним стало движение и на улице Декабристов от Баграда до Дубровинского с выездом на 4-й или коммунальные мосты. И сегодня и навсегда изменили схему движения в районе улиц Лебедева и Республики. Там сделали так называемые квартальные кольца. Развернули стрелки на улице Обороны и Грибоедова. Эта схема будет работать на постоянной основе даже после завершения ремонта. Таким образом, разработчики хотят максимально использовать возможности улицы Республики и Ады Лебедевой, чтобы разгрузить центр, проспект Мира, улицу Ленина и Карла Маркса. Ну, пока на участках дежурят сотрудники дорожной полиции, но обращайте внимание на знаки. Также добавлены и светофоры на улицах Диктатуры, Грибоедова, Винбама и вот на Брянской. По мнению специалистов, да и компьютерное моделирование то же самое говорит, это оптимальная схема, но пробок и заторов все равно не избежать. И вот сегодня же красноярских водителей ждет еще одно испытание на прочность. Автополицейские выйдут в масштабный рейд, будут ловить нетрезвых водителей. Уже ставшие традиционными облавы показывают, стабильно попадаются по полсотни автопьяниц. Владимир Богомолов о вождении под градусом. Место проведения такого рейда никогда не озвучивается заранее. Автополицейские появляются внезапно. Эффект неожиданности и позволяет задерживать по несколько десятков нетрезвых водителей за одну ночь. Пьянство за рулем остается одной из главных проблем на дорогах. Усредненному серийному автопьянице 30 лет. Это мужчина. В 39 случаях из 100 он живет с родителями. В Красноярске за 4 месяца с начала года по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП с пострадавшими. 38 человек оказались травмированы, двое скончались. По словам дорожных полицейских, статистика начала улучшаться после ужесточения наказаний. До двух лет может получить автомобилист, севший за руль после застолья. Даже если мы возьмем аналогичный период прошлого года, совершено на 10 таких ДТП меньше. Если было в прошлом году 32, то в этом уже 22. В прошлом году под статью в крае попали более 1200 водителей. За решетку отправились 104 человека. По словам психотерапевтов, водители выпивают, чтобы нередко заглушить внутреннюю проблему. Чаще всего это маскированная депрессия. Если бы таким людям вовремя проводить психотерапевтическое лечение, то я думаю, что таких фактов было бы меньше. Еще на слуху последнее смертельное ДТП в Красноярске. Пьяный таксист протаранил случайный автомобиль. Водитель и пассажир последнего погибли. Виновник получил травмы. Причем таксист уже был арестован на 11 суток за нетрезвое вождение. Тот опыт ничему не научил водителя. И теперь наказание может оказаться гораздо более суровым. До 9 лет за 2 погубленные жизни. Владимир Богомолов, Владимир Жаринов, Григорий Зимин и Денис Жемчуга. Вести Красноярск. Эквадор выдал России красноярца, который находился в международном розыске. Об этом Следственный комитет сообщил сегодня. Мужчина подозревается в незаконном изготовлении амфетаминов. По версии следствия, до августа 2011 года некий Антолий Светенко со своими подельниками участвовал в производстве психотропных веществ. Обнаружены были 900 граммов. Это считается особо крупным размером. Светенко объявили сначала федеральный, а затем и международный розыск. Интерпол Эквадора сообщил, что жителя Красноярска задержали. И Верховный суд этого государства удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче подозреваемого. Сегодня Красноярск присоединился к ежегодной экологической акции «Всероссийский день посадки леса». В сквере на улице Копылова у памятника губернатору Юнисейской губернии Александру Степанову высадили 50 деревьев. Породы выбирали специально для этого участка. А вот какие и почему, об этом в сюжете далее. Утром в сквере собрались около 200 человек. Это представители правительства края, ЗАГС Собрания, двух министерств природных ресурсов и леса, Рослесзащиты, лесопожарного центра, МЧС, студенты из Девногорского техникума и школьники. Справились быстро. Примерно за час высадили 50 деревьев. Лично я сторонник посадок хвойных деревьев, ну просто потому что хочется, чтобы зелена в городе была круглый год, когда вот осенью листочки облетают, деревья стоят голые, немножко такая, ну у всех, я думаю, грусть в душе присутствует. Одно хвойное, одно лиственное дерево мы посадили. Ну, буду приходить проверять, как они тут прижили, насколько качественно мы с ним отработали. Для сквера выбрали четыре породы деревьев, липу, черемуху, березу и ель. Исходя из расположения между двумя оживленными трассами, саженцам придется здесь нелегко. Особенно хвойным, которые, кстати, неплохо приживаются в городской среде. Недостатки заключаются в том, что город загруженный, и эта часть также, если видите, много транспорта. Поэтому те полютанты, которые образуются в результате деятельности автомобилей, промышленных выбросов, то устица на хвоинке забивается. Вот это, конечно же, проблема по хвойным насаждениям. Но так как они красивые, понятно, что рекомендуется садить не какие-то экзотические породы, а наши сибирские. Та же липа. Листья тоже забиваются вредными выбросами, но они осенью опадают. И те, что весной вырастают новые, более живучие. Высаживали их профессионалы, поэтому и гарантию на приживаемость дают стопроцентную. Вадим Куликов, Андрей Магомедов, Вести Красноярск. К этому сюжету лишь добавлю, что накануне в Емельяновском районе в лесу высадили 12 тысяч деревьев. Всего же в крае планируется высадить около 20 тысяч на территории 44 районов. К слову, впервые Всероссийский день посадки леса прошел 14 мая в 2011 году, в Международный год леса, объявленный Организацией Объединенных Наций. Тогда эту идею поддержали в правительстве России и сделали Национальный день посадки леса ежегодным. С тех пор к акции присоединились более 10 тысяч жителей края. И теперь к тому, что касается озеленения и благоустройства. Если в одном месте люди деревья высаживают, то в другом они же их и захламляют. Удивительная черта человечности – созидать и разрушать. Так вот, на острове Молоково сегодня впервые прошла еще одна Всероссийская акция. Точнее, экологический квест «Чистые игры». Как раз формат для молодого поколения. Они же и стали организаторами, кинули клещ в соцсетях. И вот что из этого вышло. Пожалуйста, не напирайте, я вас очень прошу. Вот, можно? Так, что это? Это ваше. Показываем. Клещи сучены, вода вылита? Да. Где еще можно увидеть столько азарта при сдаче мусора, да еще и сортированного? Конечно же, в игре. Экологический квест «Чистые игры» проводится в России уже несколько лет. И вот впервые акция добралась до Красноярска. Организаторы – инициативная молодежь. Площадку выбирали, куда добрые дела давно не доходили. Остров Молоково. Но потом мы нашли несколько окон из автомобилей, вот этих в пленке. И вообще автомобильные детали. В овраге в определенном. Ну, понятно, что некоторые люди отдыхающие или, видимо, приезжающие сюда за какими-то делами, в этих вот в оврагах оставляют много мусора. В том числе вот этого автомобильного технического мусора. Ну, мы это все оттуда вынесли. Задача не просто собрать мусор, его надо рассортировать. За металл 5 баллов, стекло 6, пластиковый самый дорогой, 7 очков. Батарейки и покрышки оцениваются отдельно. За мусорные артефакты можно и поторговаться. Можно? Ну, вот мы нашли на берегу реки тазичек, курточка, там есть шлепки, ну и плюшоточка для того, чтобы жарить, видимо, мясо. Роман, скажи, где ты нашел? Я в яме лежала. Что это такое? Можно знать, что это такое? Ну, это шланг, это, не, это. Пожарный. Пожарный качать можно. Бочки, чайники, диваны. Так много и так быстро на обычных субботниках собирают редко. Как раз мимо проходил глава Красноярска. И этот опыт ему показался интересным. Но пришел Эдхам Акбулатов за другим. Он осматривал остров Молокова на предмет проектов и его благоустройство. Он незаслуженно забыт, констатирует мэр. И теперь здесь может появиться лесопарк, музей освоения северо-красноярского края, тропиночно-дорожная сеть, энергоснабжение. В рамках согласованных программ, направленных на подготовку города к универсиаде, предусмотрены средства на 2018-2019 год в городском бюджете. Это сколько? 25 миллионов рублей. Вот на обустройство именно молодого? На обустройство именно молодого. Но пока суть до дела инициатива на стороне молодежи. На подготовку ушел месяц. Заработать бонусы в карму и поощрительные призы на мусоре откликнулись около 150 человек. Подавляющее большинство – студенты, школьники, убирались и корпоративные команды. Положительный эффект, я думаю, должен быть для местности, для людей, так как не все имели опыт сортировки мусора. Плюс не все бывали даже на острове Молоково, чтобы познакомиться с ним. Ну и в принципе, когда ты делаешь такое дело, ты ответственнее сам потом относишься к охране окружающей среды. К слову, в прошлом году на игровых субботниках в нескольких городах России участники собрали 50 тонн отходов. Теперь и Красноярск в том числе отправит собранный мусор на переработку и начнет подготовку к следующему сезону. Вадим Куликов, Андрей Магомедов, Вести Красноярск. Наш выпуск продолжает постоянная рубрика «Вести.нет». В ней подборка самых актуальных тем за неделю. Ее составляли специалисты Яндекса, используя запросы жителей края во всемирной сети. Горячая пятерка новостей далее. На пятом месте в рейтинге Яндекса продолжение фантастической саги ужасов «Чужой завет». Режиссер Ридли Скотт возвращает нас в созданный им когда-то мир. События разворачиваются спустя десятилетия после описанных в предыдущей картине «Прометей». Экипаж корабля-колонистов «Завет» решил обследовать неизвестную планету, похожую на рай, но просчитались. Как и фанаты «Чужого», которые с нетерпением ждали премьеры. Далее по списку еще одни ужасы. Вирус WannaCry, который поразил более 300 тысяч компьютеров, в основном Windows 7. История может повториться, уверяют специалисты. На данный момент удалось определить лишь дефекты вируса, которые ограничили его распространение. Этот компонент уже использовался американской разведслужбой АНБ для взлома компьютеров с системой Windows. Вирус направлен на блокирование информации с целью выплаты выкупа. На этой неделе было сделано всего 300 взносов на общую сумму в 83 тысячи долларов. На третьем месте в ТОПе новостей – Евровидение 2017. Фестиваль проходил в Киеве и не транслировался российскими каналами, так как украинская сторона не пустила в страну участницу от России Юлию Самойлову из-за того, что певица выступала в Крыму. Впервые победителем конкурса стала Португалия. Сальвадор собрал, спел песню на родном языке, единственные без подтанцовки и спецэффектов. Прогноз погоды становится одной из самых актуальных тем на данный момент. Вопреки предварительным прогнозам синоптиков, май оказался не таким уж и аномально теплым. Несколько раз регион засыпалось снегом, были заморозки, сейчас дожди и прохладная погода. Поэтому жители края и проверяют прогноз чуть ли не каждое утро. И на первом месте, конечно же, хоккей. Чемпионат мира сейчас проходит во Франции и Германии. В одной четвертой наша сборная в сухую обыграла Чехов со счетом 3-0. И сегодня Россия встречается в полуфинале с принципиальным соперником сборной Канады, которая выиграла в четвертьфинале у Германии 2-1. Напомним, в предыдущий раз на чемпионате мира в Праге команды играли в финале турнира 2015 года. Канадцы одержали победу со счетом 6-1. Шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали привезли в Красноярск ветераны спорта с девятых всемирных игр в Новой Зеландии. Это спортивное событие напоминает Олимпиаду, вот только большинство атлетов с сединой на висках. Игры среди ветеранов спорта проходят раз в 4 года и включают 25 дисциплин. Наш регион представляли пятеро спортсменов и больше всех наград завоевал легкоатлет Валерий Давыдов. Четыре золотые медали. Рассказывает, что в его копилке могла быть и пятая за эстафету. Палочку передаю второму этапу. Он бежит метров 10, видно, он так хотел быстро бежать. И палочка у него задевает, вот он бежит палочкой, и руку отвел, и она заделась у него за спину и падает. И мы проиграли где-то 3-4 секунды. Но он молниеносно быстро схватил палочку, побежал. Но это уже, будем так говорить, мы там были пятыми, поэтому нам не хватило бы 3 секунды. Спасибо за работу. Это Владислав Томашаускас. На выставку в Красноярске всей Сибири приехали более 100 машин абсолютно разных по внешности и характеру. Ретро-внедорожники и тюнингованные автомобили. Например, этот спортивный Ниссан хозяин собирал несколько лет. В нем изменилось практически все. Из родного остался лишь кузов. Самая главная доработка – двигатель, в котором таится 450 лошадиных сил. Поставили, соответственно, рычаги тюнинговые, верхние, нижние, завалили ее. Ну, то есть подготовили ее максимально под дрифт, но как бы еще не участвовали. Дорого обошелся автомобиль. Дорого. И жалко денег. Жалко. Тюнинг – это бездна. Это просто кидаешь деньги в яму, и ответа никакого, ни привета не будет. Многие автомобили и вовсе кардинально поменяли свою специфику. Например, эта «Волга», которую в 80-е годы жители страны привыкли видеть в качестве такси, превратилась в стильный пикап. Этот микроавтобус выглядит как спецмашина. На крыше даже установлены мигалки. И самое интересное, здесь внутри установлено, внимание, более 50 колонок. Мощность автозвука 30 киловатт. Скажите, вообще реально ездить с включенной аудиосистемой в машине? Ну, это, наверное, не безопасно, если включать на максимум. Это сделано больше так, для выставок, для соревнований. Показать, рассказать. Посмотреть на последние новинки моды автомобильной индустрии пришли тысячи зрителей, и здесь каждый смог найти машину по вкусу. Какие машины больше нравятся? Ну, вообще-то ретро, честно говоря. Ну, так как вот такие дети, которые сейчас растут, вот мы ходили с ним, смотрели ретро-машины, они, ну, как-то его не притягивают, а вот эти машины, нового поколения, больше. К слову, владельцы привлекали зрителей к своим машинам не только ярким тюнингом, но и танцевальной поддержкой. Ведь именно зрители выбирали автомобиль, который будет носить звание самого стильного в Сибири. Владислав Томашаловский, Сергей Подлевский, Вести Красноярск. Ну, а мой коллега Денис Жемчугов снял фильм о самобытном северном народе. Историю и обычаи в кинокартине «Кеты» смотрите сегодня на телеканале «Россия-24», сразу же после выпуска новостей и блока полезной и актуальной информации. Еще больше новостей и видео на нашем сайте вести-дефиз красноярск.ру. К этой минуте у меня все. В студии был Вадим Куликов. До встречи.